Всем привет! На канале Сестрицы в теле я Света. А я Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немножко мы уже похудели и худеем дальше. Продолжаем вовсю. Да, активненько опять. К Новому году стараемся. Ой, я прямо уже мечтаю, чтобы что-нибудь такое одеть. Не, я, конечно, мечтала о платье. Но теперь, я думаю, может быть отдельно красивую юбочку, отдельную какую-то ховточку. Я посмотрю. Потому что с моей фигуры платье очень тяжело подобрать. Но все равно что-то наряденькое, притальное, красивое. Конечно. Тут такой шум. Девчата, мы приехали в другой микровойон. Мы его показывали много раз. Тут улица красная, большая. Широколуговая. Мы ездили, надо было кто-каких питаньцев забрать, пусть дела подешать. Все, шумная очень улица. Сложно тут записывать что-либо. Вот. Мы сейчас приедем в наше уютненькое и уютненькое гнездышко в центре. Там где одноэтажный дом, и тишина, и покой. И машинки так редко ездят. Мы все-таки не любим такие главные мегаполисы. В другом галдят детишки, бегут везде. Собачки гавкают. Здесь едут собаки. И там продолжим наши съемки. В другом галдят детишки, бегут везде. Собачки гавкают. Собачки гавкают. на завтрак у меня пол пачки твоего грецкие орехи немножко совсем и чайный слив и две ложки чайных меда кофе с двумя ложками сахара на завтрак геркулесовая каша на воде один кусочек сыра и котлета свина говяжья котлета состоит только из фарша и лука чеснока на обед кристина будем кушать по одному отважному яйцу по одной ложечке гречки девчата тут совсем мало мало он ведь одна ложка гречки столовой чуть-чуть отварной курицы еще огурцы и помидоры без масла на ужин я буду есть жареную рыбу на багу один огурец один помидор 10 мы уже на любимой площадке уже в нашем любимого и они тихо спокойно нету галдежи машин сильный галдеж только детский детский девчата вот такой вот комментарий очень интересный так и тебя кристина понимаю и чу и чувствую я так год провела при дефиците калорий при голоде и жутко от этого бессонница снотворный пить было не вариант так как надо было быть чутко по ночам вставать малыша как день нужно было быть шустрый и активно веселой бабушками ведь это дети но зато похудела зато все не зря зато и это сделано надо надо стоит пройти так у каждого дефицита свои побочки у нас там был похожи но ты хоть можешь если что днем вздремнуть держи стягивайся потом будет вау спасибо большое не умеет вздремнуть не могу потому что я просто не смогу заснуть днем мне не получится как бы я не хотела потому что меня будет любой раздражать звук солнца собаки катаем с удовольствием по днем вздремнула все машины не говорят включая наушники медитацию я включу научнику наушники медитацию а свет глаза закрою но не усну я днем ни при каких условиях я даже сидя могу спать это пополам вот это вот мы же две родные сестры у нас два раза два года разницу почему разделилась у одной вообще не хочется спать у другого не хватает сна нет днем я не смогу вздремнуть просто не хочу я спать я даже не хочу и надо бы себе хотел спать да зачем я буду вздремнуть вздремать если подохнуть нет если у меня нету даже желание полежать ну вот лежать мне нет желания этого если честно знаете нету днем усталости у меня все время такого как бы возбужденное состояние у меня нету вялости это вы не думаете знаете что я такая уставшая и мне как бы до кровати до последнего у меня весь день идет был бодрый очень даже если плохо спала ночь и ночь и у меня плохо и сплю не из-за того что у меня дефицит калорий если честно даже когда мне не было дефицита это была одна и та же ситуация повышенная возбужденность какая-то бодражность конечно я могу загореться так загорела как собачки есть маленькие такси а если бина и большие толстые не бывают холерики вот ну видимо может и бывает что все время в каком-то это все время на каком-то движнике надо находить потому что на одном месте сидишь и уже что-то надо еще делать хвостом виляет как у такса это да я хороший комментарий спасибо большое это это не папочка девчата вы не думайте что это у меня будет недавно произошло все просто не советуют от бессонницы постоянно что-то девчата это так всю жизнь самого детства я же он рассказывал про детский сад что в детском саду мы доставали вату из этого из матраса он все всех будила не привязывали к стулу меня пугали такими спритцами мне закрывали в туалете в туалете к стулу привязывали и все равно запрещено все это делать все равно я так вот доползала доползала как это и потом стучала крышками по горшкам боже мой застрелиться можно такой девочкой в детском садике я там подбирала музыку пыталась чем-то развить даже в туалете привязана к стул вот так что девочки сон это дневной сон это особо вообще не для меня ну ты же сказала девочкам говорила вот я на точно так же не спит днем она с двух лет не спит днем хоть там спокойненько можно было еще детки спят и в два и в три и в детском садике нас двух лет все полностью пересталось ну это может быть бывают же родственники говорят дети похожи то там не на дядьку на тетку на бабку на кого-нибудь еще похож да ну да ну вот может быть вот этим она может она потом вырастет тоже будет понемногу часов спать ну ночью она спит нормально долго до 8 часов 8-9 она тебя сама будет с утра там 5-7 нет 7 я же в принципе в детстве будила помнишь родители всегда мама с папой вспоминать выходной нет бы поспать а кристина уже ходить всем будет не выходной да если ты хочешь там до 9 поспать она всем просыпается самостоятельно девчата очень много написали мне по варико спасибо большое за поддержку теперь да девочки еще написали что чулки компрессионные нужно купить они еще оказываются лечат я думала это уже как бы не лечат а уже безысходность знаешь одевают чулки и так они оказываются лечат эти щелки ну да это не только для профилактики не я думала не то что профилактики это уже знаешь когда уже все уже все крайне точка нужно только ходить в этих чулках оказывается с помощью этих чулков лечат этот варико ну да так что теперь я подумываю чулочки купить ну единственное что конечно дорого стоит но это от того на это же лечебное конечно чтобы ничего плохого не было даже не стоит авто что они очень тянут тягучие по моему неудобно давай расскажем что мы только в девочки вас радовали что мы там нашли таксиста еще 1 1 1 нам помог за дополнительную плату донести эти пакеты на кому ему дали всего два пакетика мы сами носим по четыре а он такой несет так легко взял в одну руку принципе обменяется через два года я сами погуляюсь через два дома сказал мне потом надо будет нанимать человека который будет мне пакетики таксиста будет понимать одна женщина написала я так поняла что ты не лично мужчина писал видимо с ее телефона потому что как бы сказать видно что недовольство почему вы не принять мужчина высказывайте такую ну потому что ребята я знаю что это мальчик стопулова писал потому что так возмущаться может только тот кого это за дело вот потому что мы когда просили девчонку нас давить довозить она нам сама предложила давайте я вам буду за эту сумму пакета носить мы говорим что девушкам тоже нельзя носить больше пяти килограмм там двадцать мы сказали нет мы найдем мужчину она сказала попробуйте помечтайте она сказала помечтайте не все это помечтайте его девочки не девочки мальчики вот кто сейчас мне писал вот удивительно но это уже статистика мы скольким предложили абонент не абонент сейчас мы пошли там по грузчикам вот сейчас там еще будем по грузчикам через авито грузчики хоть узговорчивые сейчас посмотрим один тоже правда уже грузика прокинул сейчас другого посмотрим я не знаю пианино они могут носить а пакеты на почту они почему-то не хотят не ну да за те же деньги точно за ту же цену которые они пишут в объявлении она очень удивительно позвольно по центральной улице с пакетиком пойти не знаю лучше рояль через центральную улицу тяжелую носить чтобы геморрой вылазил вот это лучше не знаю чем проблема так что в маленьких городках есть свои нюансы тоже мы знаем что в большом городе запросто доставку можно любую даже мы узнавали в большом городе прямо есть такая услуга что тебе приезжать с почты и забирать но на наше почте в нашем городе такой нет услуги представляете да мы хотели с почтой договориться они сказали куки с маслом у нас тут на почте у нас тут на почте еще поинтереснее нас уговариваться ну посылки то утром не приносили то вечером не приносили в обед у них обеденный перерыв чтобы мы не приносили я знаете я уже потом послушала говорю девочки почему вы должны это не приносить мы за эти куклы тоже платим ну да как все люди и в очереди мы начали слушались девчата в реальном знаете вот полтора года слушались девочки мы когда захотим тогда будем приносить все да все же приносят когда хотят почему так нам определенная вот это неприятно что большее количество понятно но мы же за них платим как все люди да ну короче мы так сказали мы будем приносить тогда так когда нам и они нормально согласились и отстали потому что видимо надо настойчиво люди а еще комментарии тебе скинула сейчас одну секунду кристина до какого веса ты вообще хочешь похудеть не только за этот марафон а в общем какая ты молодец что не стала дожидаться 150 килограммов это ужас бедные люди у кого такой вес тяжело таким людям вот я вот этого и боялась потому что мне стало тяжело ходить горку по лестнице мне вообще молчу кресла стоматологического стоматологического кресла это вообще еще такой красивый молодой стоматолог внизу вылечила я вот вот там вот кряхтела не могла вот так вот пресс надо вот именно боковой пресс никак не сработал я там как червяжилась две минуты наверно чтобы вот это выплюнуть сейчас хорошо пресс понакачали спокойно ходишь стоматологи теперь прямой вопрос а только ты хочешь боюсь хочу бросить хочу потом хоть ход через десять лет 60 килограммов есть весит до года у меня метр шестьдесят девять рост это идеальный музеев полу килограмм тридцать еще на до больше я подременно после девяносто почти 5 30 лет это да много еще убрасываю и там они чем ближе к моей цели тем они будут медленнее уходить так с девочки с вами на 10 лет 10 лет 10 лет можно еще наверно будет наблюдать как я худею а я буду качаться еще 10 лет уже качок подскачивать сюда всю жизнь ты такая уже будешь это как их зовут у нас папа и его папа это дедушка мой и кристинин это без бегом занимались папа а наш дед да деда женя он вообще всю жизнь бегал вот папа его как-то в молодости подсадил наш папа дедушка своего боксера подсадил набег дедушка не бегала раньше а папа говорит давай побегаем и он что-то привык и потом до самой стаясти бегал по стадиону в любую погоду и долго хорошо жил без болезни вот он и курил курил и пил деда Миша курил и тот тоже пил и все много лет прожили да да ну разве же хоть он бегал по этому заниматься ну раньше же вы помните какое хорошее здоровье было у всех может быть еще продукты были лучше да мне кажется знаете почему еще такое такое хорошее было здоровье потому что тогда выживали наверное не все люди ну да самые сильные выживали вот когда вот девятьсотом тысяч девятьсотом году родится шесть детей трое из них выживут например не четверо это самые сильные выживут тогда антибиотиков не было ничего и получается оставались жить у кого иммунитет очень хороший на все поэтому там они конечно могли бить и курить вот у подавушки дедушка прожил и долго очень жил и ни одного зуба не лечил с идеальными зубами ни разу не было ни стоматологии ел сладости пил курил и с идеальными зубами умер ну потому что продукты были натуральные бабушки то все повыпадали а у дедушки нету тоже у дедушка ты не рожал шестеро детей ну понятно ну допустим у его сына уже все печально ну да и раньше не было столько сладости ну да тоже много вот этих углеводов опять не вернулись ну да не вся что все в если на молоке на двое один на натуральном они сейчас какое молоко он уже причитаем прямо да уже причитаем про продукты тихо мужчина его качает девочки мы побежали нам нужно там кое-что еще делать и снимать и все остальное а мы хотим сказать хорошего во мне прекрасного настроения занимаемся дальше спортом девчата тарелочки выкладываем я вот тоже начну опять снимать их шагами свою начали потеряла потом я его нашла сейчас зарядку посеяла куда-то сейчас я его подзаряжу сегодня у девчата у меня там столько шагов там и 30 тысяч наверно все есть да нет 30 нет а 20 23 вот так 18 23 ее можно даже не контролировать там такое же будет но я все равно сейчас заряжу и буду опять выкладывать будет все равно около 20 тысяч шагов это мне меньше надо ходить ну как меня ребенка не отводить никуда но мне все равно тоже больше десятки сюда вот все как все мы выкладываем и вы девочки старайтесь на ужин нас многие девочки спрашивают как с чего начать ходить с того чтобы хотя бы на ужин уберите уберите гарнир из вашей еды но естественно сладости все на ужин значит едим кусочек мяса и много свежих овощей не кухонных а свежих овощей а сладости вообще все убрать ташуаны это уже углеводы это уже гарнир получается свежие овощи и кусочек мяса и хотя бы в 7 часов самый последний прием пищи и девочки вы сразу видите как вы начнете худеть а мы вам желаем хорошего дня прекрасного настроения и увидимся в следующем ролике пока пока